Здравствуйте! В эфире субботняя информационная программа Вести Карачаева Черкесия. Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен. В Центре военно-патриотического воспитания молодежи Республиканского Центра отметили день неизвестного солдата. Школьники вышли на трассу с плакатами и призывали водителей соблюдать правила дорожного движения. В ауле Псыш прошла акция «Внимание, пешеход!». Поделились опытом в области изучения методики преподавания базинского языка. В Эльбургане прошла международная конференция «Табуловские чтения». Минувшая неделя знаменовалась патриотическими мероприятиями. И один из них – день неизвестного солдата. В Центре военно-патриотического воспитания молодежи Черкеска вспоминали памятную дату. Она призывает вспомнить всех солдат, не вернувшихся домой с поля боя, чьи имена сегодня некому назвать. Участники поискового отряда рассказали об испытаниях, которые пришлось выдержать советскому народу в годы Великой Отечественной войны. Зажгли свечи в память о неизвестных солдатах. Выступившие отметили, что этот день призван увековечить память, воинскую доблесть и бессмертный подвиг российских и советских воинов, погибших во время боевых действий, но не уступивших врагу. Неизвестный солдат навсегда останется символом того родного человека, кто пожертвовал жизнью ради будущего своей родины. 3 декабря в нашей стране отмечается День неизвестного солдата. Дата была приурочена к обнаружению останков неизвестного солдата под Москвой. В этом году отмечается 56-я годовщина этого события. А сегодня, 5 декабря, дата приурочена еще к началу контрнаступальной операции под Москвой. Поэтому эти события должны быть в памяти подрастающего поколения. Наша молодежь должна знать о героическом прошлом наших отцов, дедов, прадедов. Чтобы была преемственность поколений, историческая память должна сохраняться. Автолюбители ждут новые штрафы. Госавтоинспекция Черкесска получила в распоряжение новый автоматизированный комплекс для фиксации нарушений. Полицейские Карачаева-Черкесии регулярно фиксируют большое количество нарушений, связанных с неправильной парковкой транспортных средств. Теперь у них появился помощник для более эффективной и оперативной работы в данном направлении. Автоинспекторы будут несколько раз проезжать через проблемные участки. После повторного объезда аппаратура зафиксирует припаркованную с нарушением автомашину и отправит фотографии на сервер. В кратчайшие сроки собственнику транспортного средства будет направлено так называемое письмо счастья. Мы сейчас наглядно покажем, как это работает. Мы проедем в одну сторону, машины зафиксируем, возвращаемся на исходную. В дальнейшем через 5 минут едем еще раз. Транспортный средство повторно, который зафиксировано в автоматическом режиме, будет отправлять на сервер. Улица Кавказская, это панорама у нас. Вот он, транспорт, который стоит под знаком. Он фиксируется. Каждую машину он автоматически фотографирует. Школьники аула ПСЫШ совместно с сотрудниками ГИБДД МВД России Хабецкий провели акцию «Внимание, пешеход». Несмотря на довольно прохладную погоду, ученики вышли на трассу с плакатами и призывали водителей соблюдать все правила дорожного движения. В акции приняла участие наша съемочная группа. Смотрите подробности. Уважаемый водитель, мы сегодня проводим профилактическое мероприятие, которое называется «Внимание, пешеход». Вместе с детьми мы вышли на дорогу, чтобы обратиться к вам, к водителям, с просьбой соблюдать правила дорожного движения, быть внимательными при проезде пешеходных переходов, соблюдать скоростной режим, пропускать пешеходов, быть особенно внимательными в темное время суток, когда пешеходы плохо заметны на дороге. Пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения и будьте внимательны. Автоинспекторы вместе с детьми призывали водителей транспортных средств неукоснительно соблюдать правила, поскольку с начала года количество пострадавших в ДТП в республике выросло и напоминает сводки с фронта. С начала нового года на территории Карачао-Черкесской республики было зарегистрировано 390 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 513 человек получили ранения различной степени тяжести и 72 человека погибли. Школьники проводили беседы с автолюбителями о том, что при приближении к пешеходному переходу необходимо снижать скорость, пропускать пешеходов, быть внимательными и бдительными возле образовательных учреждений. Наш класс – это класс юных инспекторов дорожного движения, поэтому в наши обязанности входит постоянное провождение мероприятий по дорожному движению, по правилам дорожного движения. Водителям напомнили об опасностях при использовании за рулем гаджетов, какие бывают последствия после ДТП и о важности соблюдения ПДД. Они очень важны, потому что если их не соблюдать, то можно подчеркать конечности для нашей жизни. Не переходить дорогу на красный и всегда быть начеком. Всем водителям активисты вручили памятки с пожеланиями счастливого пути. Инспекторы надеются, что те, кто за рулем, прислушаются к призывам и будут выполнять обещания, данные детям. Мурат Жантьюзов, Ислам Урумов, Вести Карачаева, Черкесия, Абазинский район. Сейчас о погоде на выходные, после продолжим выпуск. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Единый портал государственных услуг с каждым днём становится всё более востребованным среди населения. Постоянно обновляясь, он стал популярным и доступным справочным интернет-порталом, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья. Для этой категории граждан с февраля 2023 года планируется введение новой услуги. Подробности Вестям рассказала специалист Главного бюро медико-социальной экспертизы по Карачаево-Черкесии Алина Гаджаева. С февраля 2023 года планируется передача ПОЖ-уведомлений, грубо говоря, сообщений через госуслуги гражданам с ограниченными возможностями здоровья. И также будут передаваться документы результата. Это справка об установлении инвалидности категории ребёнок-инвалид и проинвалида, и про ребёнка-инвалида. Наше учреждение убедительно рекомендует гражданам с ограниченными возможностями здоровья пройти регистрацию на сайте госуслуг и создать электронный личный кабинет. Система госуслуги очень активно развивается. Количество предоставляемых услуг увеличивается. Так, в части медико-социальной экспертизы разработаны и внедрены новые формы заявления через госуслуги, которые не требуют дополнительного обращения гражданина в медицинскую организацию. Это возможность получения выдачи дубликата справки, внесения и исправления в и проинвалида ребёнка-инвалида в связи с изменением либо персональных данных, антропометрических данных, уточнения характеристик ранее рекомендованных технических средств реабилитации. Это возможность обжаловать решения учреждения медико-социальной экспертизы, изменения причины инвалидности и получения копии акта и протокола проведения медико-социальной экспертизы и определения причины смерти инвалида. Вся работа портала госуслуг направлена на минимизацию затраченного времени и быстрого оказания необходимой гражданину услуги. В ауле Эль-Бурган Абазинского района состоялась международная научно-практическая конференция «Табуловские чтения». Она проводится ежегодно в рамках фестиваля абазинского языка и литературы. Исследователи в области филологии, лингвистики, истории и этнографии, учителя родного языка общеобразовательных организаций республики делились с опытом в области изучения и методики его преподавания. Альбина Ламкова расскажет о важности фестиваля для научного сообщества. Амина Тибердукова учится в 11-м классе в селе Красный Восток. Участвует в конкурсе «Табуловские чтения» не впервые. На этот раз она стала победителем в номинации «Чтение стихов». Представила на суд жюри собственное сочинение. «Стих был о Абазаште, о моей родине. Я постаралась уничтожить его всю свою любовь к своей родной земле. Считаю, что у меня это получилось. Я знаю абазинский язык не на 100%. И я читаю дополнительно какую-либо литературу античных авторов, чтобы развиваться в этом плане». Какой любимый автор – абазинский? Махцекерим. Традиционно организаторами научно-практической конференции «Табуловские чтения» выступает Международное объединение «Лошара». Карачаево-Черкесский государственный университет имени Умара Алиева и администрации Абазинского района. Надо отметить, что фестиваль во второй раз проходит при поддержке фонда президентских грантов. Традиционно ученые и педагоги Карачаева-Черкесии обсуждают проблемы в области сохранения и развития языков, не забывая при этом о зачинателе абазинской литературы, первого собирателя национального фольклора, автора первых букварей и учебников по черкесскому и абазинскому языкам Татулстане Табулове. Чтение проходило в формате пленарного заседания и нескольких секций. Тему стихосложения на мастер-классе поднял доктор филологических наук профессор Петр Чкалов. Предвоенные годы и общее наблюдение, и рассуждение на эту тему, как она развивалась, какие факторы задержки были у литературного процесса абазин, какие авторы, какой вклад они внесли, и поэтика их произведений. Помимо того, что приглашены сюда и черкесские, и нагайские, и карачевские учителя, исследователи. Важное открытие и наблюдение коллег вливается в научные труды, а площадка табуловских чтений создает благодатную почву для их обсуждения. В работе конференции приняли участие группа научных деятелей из Абхазии. Для изучения проблем в развитии и сохранении языка в Сухуме три месяца назад открыли центр. Его представители в рамках конференции подписали соглашение с центром КЧГУ. Создано для того, чтобы, насколько возможно, чтобы развивать, сохранять язык и культуру наших братских народов по всему Северному Кавказу. И каждый этнос, чтобы сохранить себя, как говорится, в своем магнитном поле должен развиваться. Сперва сохраняя себя, потом в мировое сообщество. По сложившейся традиции на пленарном заседании состоялась церемония награждения. Ими стали победители конкурса чтецов и сочинений на абадинском языке, прошедших в рамках фестиваля. Школьникам и их учителям вручили дипломы, грамоты и призы от организаторов. Альбина Ламкова, Ислам Урумов, Вести, Корчаево-Черкесия, Абазинский район. На этом субботний выпуск Вестей подошел к концу. Приятных выходных и всего доброго.